Стали известны точные данные, какой ущерб нанес теракт с украинской стороны. По состоянию, на 18 часов 24 ноября отключены 1038 населенных пунктов. Это почти 106 тысяч домов, в которых проживает и больше миллиона крымчан. Министр энергетики России Александр Новак после серии рабочих поездок по полуострову провел экстренное заседание со всеми органами власти республики. Он еще раз делал акцент на том, что все населенные пункты должны быть приведены на режим жесткой экономии. Глава республики озвучил ряд самых важных решений. Принято решение нами на сегодняшний день остановить, вернее, остановить каникулы до понедельника в школах и детских садах. Решение уже принято, всех обзванивают, поэтому дети в данном случае будут находиться по домам. Обсуждается сейчас вопрос остановки Крым-троллейбуса, в случае, если будет дублирование сейчас этих маршрутов частными перевозчиками. В Симферополе, например, из 82 мегаватт Крым-троллейбус потребляет 18 мегаватт. Поэтому мы буквально до 23 часов. Сегодня министр транспорта с мэром Симферополя проработает ситуацию. И если будет возможность вывести подвижной состав от частных перевозчиков, завтра троллейбусы, ну и вообще, не будут работать до окончания этой внештатной ситуации. При этом российский министр энергетики обязал ей поставляющей организации и четко поддерживать один и тот же объем подаваемой электроэнергии на каждый город и поселок. А с этим были проблемы. Например, из-за изношенных энергосетей в Севастополе трижды за сутки происходили перепады перетоков от 75 до 90 мегаватт. А из-за этого в городе не могли соблюдать постоянный график веерных отключений. Ситуацию во всех ведомствах пообещали нормализовать за сутки.